ТВ КОМ Также есть приложение для iOS, которое вы сможете скачать в своем App Store. Более подробно об этом всем с колл-центрами, адресами и ссылками вы сможете ознакомиться в описании под этим видео. Ассоциация боевых искусств Казахстана Жоангир представляет. Ассаламу алейкум всем зрителям и подписчикам нашего канала. Друзья, с вами Сула, наш боец. Буквально вчера прошел очередной турнир Лиги АСЕ. Это был номерной турнир 115, на котором участвовало двое наших бойцов с Казахстана. Это, во-первых, Евгений Гембердиев, а также Нурсултан Касамханов. Оба эти поединка вы сможете найти ссылки в описании под этим видео. Обязательно зайдите и посмотрите. Но давайте сейчас начнем, наверное, с обсуждения первой схватки, которую мы увидели. Это Евгений Гембердиев против англичанина Люка Бардната. Что можно сказать по этой схватке? Сразу же. Евгений одержал победу в первом же раунде. Отличнейшим нокаутом. Прям супер. Вы помните, что крайнюю схватку Женя, к сожалению, уступил на Срудинову. Но уступил как? Там остановили поединок из-за глубокого рассечения. Медики посчитали, что дальше это уже будет во вред здоровью Жени непосредственно. И схватка была поэтому остановлена в третьем раунде. Хотя уже инициатива, на мой взгляд, там как раз таки перешла в Женину сторону. И там все могло быть. По схватке с Люком Барднатом. Друзья, сразу же хочу подчеркнуть. Это вот весовая категория. Допустим, до 93 килограмма и 93+. Это вот такие два веса, в которых мы всегда... Вероятность нокаута очень-очень большая. И бойцы это прекрасно знают. В принципе, если ты там, допустим, до 93 выступаешь и свыше 93, выходя в клетку, ты прекрасно понимаешь, что либо ты сам ляжешь в нокаут, либо ты отправишь в нокаут соперника. То есть вы представляете, да, какой дух должен быть у соперника, у бойцов. Они ведь это все прекрасно понимают. И Женя здесь, конечно, на мой взгляд, это яркий пример тяжеловеса. Да, средний вес, да, получается. Нет, средний тяж, да, или, короче, 93 килограмма. Вот в его весовой категории яркий пример. Человека, который не боится выходить. Человек, который уверен в своей победе. И, конечно же, вот схватку, которую он показал, просто фантастика. Это красота. Женя, я тебя еще раз поздравляю. Кстати говоря, эту всю схватку вы можете посмотреть. Вот здесь вот будет ссылочка. Обязательно зайдите, посмотрите там весь этот бой. Что касается второго поединка, непосредственно Нушултан Хасмханов против Алихан Сулейманова. Здесь Нушултан проиграл вчистую уже там, по-моему, во втором раунде, да. Во втором раунде, да, он сигнализировал о сдаче. Там было удушение со спины. Вот здесь вот будет ссылочка. Зайдите, посмотрите. Ну, там чисто исключительно второй раунд. Прежде чем я выскажу свое мнение, давайте послушаем мнение Айдара Махметова, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан. Также он чемпион мира по ММА, чемпион мира по грэплингу, по бразильскому джиу-джитсу, друзья. То есть человек, который реально понимает, о чем говорит. Вот. Давайте послушаем, дадим слово Айдару Махметову. Все, внимание на экран. Приветствую, Сула. По прошедшему ИСЕ 115 в Москве, что хотелось бы сказать. Конечно же, в первую очередь хочу поздравить Евгения Гембердеева с великолепной победой нокаутом, но перед боем у меня, в принципе, было ощущение, что Евгений примерно таким образом и выиграет, потому что он очень силен на руках и поставил очень хорошую защиту от борьбы. И такой соперник, как Люк Барнат, конечно же, очень подходил ему по стилю, и понятно было, что там мощь, которая есть в кулаках у Евгения, она сильно перевешивала то, что мог ему Люк Барнат противопоставить. Поэтому я считаю победу у Евгения закономерной. Не думаю, что Барнат классом может сравниться с нашим бойцом. Ну и полагаю, что Евгений заслужил право на титульный бой в ВСЕ. Что касается боя Насултана Акасимханова против Алихана Сулейманова, я считаю Насултана очень перспективным нашим бойцом, очень таким упертым, с характером, с желанием добиться больших высот в ВСЕ. Вернее, надеюсь, в UFC, надеюсь, по Фрейду оговорился в ММА. Вот, и для этого у него все есть. Однако ему нужна хорошая команда. Ему нужен хороший тренер, хорошие подсказки в углу, ему нужен сбалансированный подход к тренировкам, прям такой профессиональный. И, ну, самая главная команда. Я надеюсь, что рано или поздно такие крепкие и сплоченные люди возле него соберутся. Даня Артаскарова большую поддержку ему оказывает. И думаю, что вот именно хороший тренер, хороший секундант и рядом, то, что вот именно команду и создает. Надеюсь, Даня Артаскарова постарается, чтобы в скором времени такую поддержку ему обеспечить. Думаю, что нужно очень сильно подтягивать борьбу. Если есть желание выступать на таком большом уровне, нужно очень сильно подтягивать именно не только защиту от борьбы, но и саму борьбу, именно борьбу для ММА. Наверное, несколько сборов в Дагестане пару раз в год они не помешают. В целом, я вижу большие перспективы Носултана и надеюсь, что, сделав правильную работу над ошибками, он вернется, что называется, сильнее. И мы еще не раз увидим его победную руку, скинутую рефери после его боев на самом высшем уровне. Ну, вот так вот, друзья. Я полностью солидарен с мнением Айдара Махмедова. От себя могу добавить только одно. Вы помните, наверное, тот момент, когда я критиковал Армана Успанова за то, что у него был ноль партер. Партер был ноль для ACB. В то время это было еще и ACB. Я сразу сказал, что Арман Успанов у тебя партер ноль. Он может быть замечательным для лиги, допустим, казахстанского ММА. В то время гремел конкретно Алаш Прай. Но для международного турнира, такого как ACB, это, конечно, ноль. Ну, Султан, не обижайся на меня. Вот сейчас я хочу сказать то же самое. Партер ноль вообще абсолютно. Защиты от проходов в ноги ее нету. Борьбы в стойке ее нету. Самого партера, грепплинга, его нету. Опять же, это для лиги ACA. Здесь для местного казахстанского уровня, возможно, да. Но точно не для Алихана Сулейманова, который, я думаю, не входит в топ-10 лиги ACA, вот в весе 66 килограммов. То есть здесь нужно работать над этим однозначно. Плюс к этому, ну, Султан, я советую тебе зайти вот именно на свой поединок на моем канале и почитать, что там болельщики пишут о твоем этом поединке. В некоторых местах это очень грубо. В некоторых местах это преувеличение. Но это реальное отражение той ситуации, которая у тебя сейчас складывается в ММА. Вот по окончанию твоего поединка. Опять же, без обид. Я надеюсь, ты меня поймешь и предприняешь все меры, чтобы вот эти вот заделы свои, да, вот эти вот минусы превратить в плюсы. Жду ваших комментариев. Вы согласны с моим мнением? Согласны ли с мнением Айдара Махметова? Давайте пообщаемся. Только без оскорблений. Это во-первых. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ариведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok